Атмосфера в этот день полностью пропитана советским временем. Тут не только картины 60-х, 80-х годов. Здесь и музыка, и отрывки с кинолент того времени. Проект, сделанный в СССР, запустили в рамках года российской истории. Организаторы считают, что и сегодняшнему зрителю интересно познакомиться с практически неизвестными работами. Мы взяли за основу недавнюю историю, скажем, нашей страны. Это тогда, когда существовал СССР. И на выставке представлено более 180 работ художников бывших союзных республик. Если говорить о временном отрезке, то в основном это работы 60-х, 80-х годов прошлого века, которые поступили к нам в музей в 2005-2007 году из музейно-выставочного центра «Росизо» из Москвы, через который мы комплектовали эту коллекцию. Картины 76 авторов, включая и ставропольских художников, представлены на выставке. Советские живописцы говорят, этот проект помогает погрузиться в историю и увидеть другую жизнь, неизвестную для молодого поколения. Как бы ощущаю себя в том времени, как будто я молодой, вот пришел на какую-то всесоюзную или краевую выставку. В общем, уровень-то был достаточно высокий. Сейчас, допустим, если кто-то из молодых говорит, что да, вот старые альбомы там смотришь, советские отчетные о выставках всесоюзных, республиканских, зональных, да, там все тема, мол, такая рабочая, там Ленин, революция и так далее, и так далее. Может быть, в этом плане, конечно, они и правы, но качество исполнения, то есть неважно, Ленин это или партия там, но это должно было быть сделано на высочайшем профессиональном уровне. На открытие выставки пришли не только художники тех лет, но и представители нового поколения, выросшего уже в другой стране. Молодым людям интересно, как развивалось советское искусство. У него свой стиль, своя поэтика. Елена Лазарева, Андрей Чернов, Информбюро.